Привет! Это Кино Огонь! И это наш пробный проект «Ну почему?». Смотрите до конца и ставьте лайк, если наш новый формат вам понравится и вы хотите, чтобы он остался. Ну почему? Нас жизнь не учит ничему, но почему? Брюс Уиллис больше не получит крупных ролей. Хотя зрители все еще любят его и готовы смотреть фильмы с ним. Но это уже не аргумент для продюсеров, и они подумают дважды, прежде чем брать Брюса в свой проект. На то есть несколько причин. Причина первая. Брюс хочет слишком много денег. К концу карьеры у актеров часто появляется желание заработать на старость побольше. Шшшш! Маловато говорю! Маловато будет! Уиллис подтверждает правила. За роль в фильме «Неудержимое» Брюсу предлагали 3 миллиона долларов. И это всего за 4 дня съемок. Но ему показалось мало, и он потребовал 4 миллиона. По миллиону за день. Тут даже у видавших виды продюсеров глаза полезли на лоб. И от его услуг быстро отказались. Уиллис, один из создателей «Неудержимых» Сильвестр Сталлоне, написал «Жадность и лень – идеальная формула для провальной карьеры». Причина вторая. Уиллис перестал выбирать проекты. Из-за этого его профайл пополнился парой десятков фильмов в категории «Б». А сам он в ней настолько заморался, что его последние проекты автоматически не воспринимаются всерьез. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Причина третья. Нежелание работать. Даже если продюсеры согласны платить бешеные деньги, их не смущает падение репутации, совсем не факт, что Брюс захочет работать. Уже в последних крупных проектах у него наблюдался легкий синдром Кристиан Стюарт. А в светской жизни Вуди Аллена он превзошел сам себя. Вроде бы и деньги выплатили, и звездный состав вокруг Брюса собрали. И за режиссуру отвечает Вуди Аллен. Но Уиллис просто не захотел работать. Съемки уже начались, а он все еще не знал текста. Вдобавок, он еще и вел на площадке себя раздражающе. В итоге он выбыл из проекта якобы из-за занятости, а его место занял Стив Карл. Но позже стало известно, что Уиллис вовсе не занят. Его уволили. К этому, конечно, можно добавить и то, что Брюс уже просто постарел. Да и жанр классического боевика, в котором он звезда, сейчас не особо популярен. Но это уже мелочи. Пожалуй, единственное, что еще может принести Уиллису большую роль, это его друзья-режиссеры. Вот только остались ли они у него. Но худой конец крупную роль ему могут принести и продолжение старых франшиз. Хотя, вот этого лучше не надо. Вот такой новый формат. Пишите, понравилось вам или нет. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!